Здравствуйте, друзья! Это снова канал Веселый Инженер. Меня зовут Андрей и в этом очередном видеоролике мы поговорим на тему, которая часто всплывает в комментариях, чем отличается гипоидная шестерня от конической шестерни. Быстренько пробежимся, видео будет достаточно короткое, много информации, можно будет для себя подчеркнуть, если вы вообще не знаете, чем они отличаются, да и просто интересно провести время. Давайте начнем. Итак, коническое шестерня. Что из себя представляет коническое шестерня? Видите, это естественно, да, конические поверхности, обе конические. Это шестерня с круговым зубом, также есть еще разновидность таких шестерен с прямым зубом, да, то есть, как вы видите здесь, почему он круговым называется, да, вот такой вот он идет вот так сюда, немножко, да, наискосок. Это даже не косозубая, а именно круговой зуб часто очень бутают. Здесь зуб, естественно, прямой, но принцип работы у этих шестерен одинаковый. Конечно, что лучше прямозубая или круговая с круговым зубом или косозубая шестерня, смотря какие задачи вы преследуете. Если у вас, не важно, к примеру, какая-то шумовая характеристика, то оптимально будет брать прямозубы, да, она проще в изготовлении. Если вам важна именно плавность хода, отсутствие вибраций и шумовая характеристика, лучше брать с круговым зубом. Ну, не брать, а изготавливать с круговым зубом. Давайте рассмотрим, посмотрим, как она работает. Ну, в принципе, тут ничего такого сверхсложного. Видите, ведомая шестерня, ведущая, привод какой-то, да, вращение происходит. И шестеренка, собственно говоря, вращается, и коническая главная передача работает. И вот эти зубчатые шестерни прекрасно работают, передавая крутящий момент друг другу. Поехали дальше. Итак, дальше у нас идет гипоидная шестерня, да, гипоидная шестерня. Как вы видите, есть такое понятие, как гипоидное смещение. То есть, если в обычной шестерне, да, ось ведомой шестерни совпадает с осью, ведущая шестерня совпадает с осью ведомой, или наоборот, в принципе, это не важно. Но в гипоидной есть вот это вот гипоидное смещение. Видите, ведущая шестерня смещена относительно ведомой. И за счет этого достигается более, так сказать, плавная работа, прилегание шестерен. Есть и негативные моменты, да. Кстати, часто у меня спрашивают, почему именно показывают, что вниз смещена. Нет, шестерня может смещена быть как вниз, так и вверх. То есть, это не... Ну, то есть, это зависит от компоновки автомобиля, от расположения мостов. То есть, от много чего зависит. Естественно, разное направление зубчатого венца предпочтительно. То есть, если она будет смещена вверх, то уже у ведущей шестерни, у ведомой, будет разное на другое направление зубчатого венца. В общем, в это не будем сильно мы сейчас вникать. А посмотрим, как она работает. Обратите внимание, вот в этом видео, да, я сейчас запущу. Будет первый вариант, как работает шестерня, и потом будет второй вариант. И вы мне в комментариях обязательно напишите, где был, в каком варианте был первый, передний ход, а в каком был задний ход. Итак, поехали. Вот это первый вариант. Видите, как вращается? Вот, ось, видите, смещена, да, происходит вращение. А вот это у нас идет второй вариант. В первом варианте, какой был ход, передний или задний? Интересно будет почитать в комментариях, насколько вы понимаете, вообще сам процесс сопряжения этих зубчатых колес, и как происходит определение направления хода. Хорошо. Давайте рассмотрим основную характеристику зацепления зубчатых передач. Это оптимальное пятно контакта зубчатых колес, да, то есть это показатель, который помогает нам определить, насколько качественно мы изготовили шестерни, и насколько правильно мы их установили в тот или иной узел. Так, гипоидная шестерня. Для начала посмотрим. В гипоидной шестерне мы, конечно, пятно контакта проверяем только по ведомой шестерне. Ну, я вот так вот условно прорисовал, да, это, ну, такой, наверное, на сегодняшний день мы добились оптимального варианта, да, это такой вот ромбик. Ромбик получается на зубчатом венце. Хорошей характеристикой, хорошей характеристикой, вернее, не характеристикой, как это сказать, да, расположением этого пятна контакта, естественно, он должен быть расположен по середине зубчатого венца, именно по высоте, если брать, да, и можно чуть-чуть его сместить, так сказать, к центру ведомой шестерни. Чуть-чуть, то есть, ну, она должна быть немного смещена. Не должно быть вот здесь, не должно быть, допустим, в самом центре, а чуть-чуть можно его сместить сюда, потому что под нагрузкой пятно начинает распределяться на весь зубчатый венец, и оно, в принципе, будет в этой шестерне, оно больше идет сюда вот на внешний, кружной, так сказать, модуль ведомой шестерни. Почему ведомые шестерни проверяются? Потому что, посмотрите, какая ведущая шестерня закручена, какой зубчатый венец, здесь пятно не имеет такую форму, он имеет немножко уже другую форму, и сложно достаточно контролировать, поэтому берем за константу, так сказать, нашу ведомую шестерню. Что же в обычной конической шестерне? Вот обычная коническая шестерня. Здесь тоже, видите, ведущая шестерня имеет такой достаточно сильную спираль зубчатого венца, поэтому вот такое пятно контакта у нас получается на ведомой шестерне. Что скажу? Какое главное правило выбора расположения пятна контакта? Старайтесь, пятно контакта, если ложить вот здесь не по центру, то немножко ближе, опять же, не по центру зубчатого венца, то немного ближе к центру ведомой шестерни, и учтите, что оптимально работает шестерня, когда пятно контакта приближается к вершине зубчатого венца. Зазор при этом от вершины оптимально будет выглядеть. Это в районе 1 мм, ну, возможно, даже десяток 5, ну, пускай даже 5 десяток 1 мм, это, наверное, самый оптимальный отступ. Можно чуть больше, полтора миллиметра, но, смотрите, не надо никогда во впадину самую загонять, потому что так шестерни работать не будут. И в самом центре, если вы делаете, ну, бывает в каких-то случаях, в каких-то шестеренках оно работает хорошо, а в каких-то не очень хорошо показывает себя именно в плане шумовой характеристики. На этом все, друзья, если было интересно, ставьте лайк, делитесь с друзьями. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Пока-пока.